Всем привет, с вами Рэйчел Куль. В этом видеоролике я хочу показать вам свой аккаунт и что я добилась в нём за два года игры. Первым делом, что я хочу показать, это свой сет. Это один из моих самых любимых скинов и есть ещё второй. Он тоже выглядит очень круто и ношу я его довольно частенько. Сейчас покажу статистику своего сета. Вот такая вот статистика. Довольно неплохо, но можно было и лучше собрать и для того, чтобы у меня был сет минус 90, мне нужно просто шлем Железного Человека поменять на деф. Сейчас хочу показать вам все свои дома, которые мне удалось выкупить. Вот мой самый первый дом. Я здесь люблю частенько овкашить. Прихожу сюда после того, как славлю лавочку и стою на скупе или на продаже. Вот такая у меня монта. Ничего такого особенного, просто новогоднее всё. Посмотрим, что у меня в шкафу. Немного аксов, скинов, всяких объектов. И это у меня всё идёт на продажу. Есть ещё вот такой дом. Находится он тоже рядом. Такая у меня монта. Тоже ничего такого прикольного. Также рядом есть ещё домик. Заходим внутрь. Шкаф тоже пустой. Здесь всё выгружало, потому что оно у меня здесь ненужное. Всё перенесло в свой основной дом, который я показывала самый первый. Сразу через дорогу находится ещё один домик. Тоже новогодняя инта. Ничего интересного. В шкафу просто какой-то мусор. Это вообще неизвестно что. Какие-то птички. Надо отсюда всё просто вывезти в мусорку. Все дома у меня находятся рядом. То есть мне не надо там ездить в соседние города или с одного конца города над другой. В этом доме у меня просто находятся всякие побрякушки. Мусор. Который может мне в будущем пригодиться. Здесь ещё есть какой-то объект. Я не знаю, зачем он тут поставил. Ну или прикольно. Типа золото или что это. Я уже не помню, если честно. Вроде похоже на золото. Не знаю, какой это уже по счёту, если честно. Так, шкаф. Здесь у меня есть парочку объектов. Не знаю, что я сейчас добавила. Это скорее всего тоже объекты. Их всего у меня четыре было. Если не ошибаюсь, это была ещё и ёлка. Новогодняя. А у четвёртый объект я не знаю какой. Так, вот домик ещё один есть. Соглянем туда. Это вообще какая-то пещера. Не знаю, я этот дом выкупила за 750 лямов. Инта, как видите, здесь не прям классная. И в шкафу здесь грунт лежит. Вроде в каждом доме у меня находится молочный депозит. Если не ошибаюсь, я должна показать либо 9 домов, либо 8. Я уже не помню сколько у меня их. Сейчас покажу самый первый свой дом, который я покупала именно в этом районе. Я прям о нём мечтала. И можно сказать, я сделала так, подарочек. И купила этот дом. И кстати, этот дом был приколен тем, что когда был Хэллоуин, можно было выйти с этого дома и здесь сразу была зомби-зона. То есть он вообще был таким опасным, что можно было выйти и те сразу зомби сожрут и всё. Так, заходим. Инта здесь, ну, такая же, как и были в остальных домах. В шкафу у меня здесь хранятся чисто ганны. Кстати, вот это я заберу себе. Я забыла то, что у меня здесь ещё есть очень классный гараж. Он у меня прям самый любимый. Я на него потратила более 100 миллионов. Здесь у меня хранятся тачки, которые я в основном коллекционирую. Или с которыми у меня связаны какие-то воспоминания. Или просто поностальгировать то, что я каталась на этих машинах. И жизнь была намного лучше. Вот мои любимые машинки. Это Гимера. Что-то у неё тут вообще... Что-то они чёрные. Я думаю, вы поняли, какой на них винил вообще. Как они должны выглядеть. Так, сейчас я вам покажу дальше мои машинки, которые есть. Покажу весь мой автопарк. Что у меня вообще за машинки есть. Сколько я их покупала и так далее. Три своей машинки я уже показала. Значит, смотрим, в общем, что у меня есть. Вот это моя самая любимая машинка. КС-очка. Я её просто обожаю. Покупала я её за 400 лямов. И сейчас она стоит где-то 1,5 лярда. Можете дальше посмотреть, что здесь есть. Всего у меня 19 машин. Ну, там, может, 5 штучек у меня на продажу. Сейчас идём в самый мой любимый дом. Будем смотреть, что у меня там в гараже. Так, смотрим. Здесь находится моя любимая машинка. Типа, это мой основной дом, и здесь находится моя любимая тачка. Я пока что загрузила 5 машин, потому что больше мне не даёт загружать. Вот мой Брабус чёрного цвета. Покупала я его ещё где-то полгода назад. Может, даже больше, за 400 лямов. Сейчас он уже стоит 800. Вот это была моя сначала любимая Быха. Я её покупала за 400 лямов. Много у меня с ней тоже воспоминаний, поэтому я её не продаю. И на ней я сейчас не катаюсь. Как я уже сказала, это моя самая любимая машина. Покупала я её за 400 лямов. Потом она со временем стала всё расти и расти в цене. И уже настал пик, и она сейчас держится на 1,5 лярдах. Вот такой у меня есть Ниссанчик. Я его брала вроде за 450 лямов. Вот эта тачка мне осталась от друга. Я не знаю её стоимость. Вдруг уходил с сервера и решил мне её подарить. Поэтому я её не продаю, так как это подарок. Есть ещё одна машина. Я её только что загрузила. Ну, на номер не обращайте внимания. Я её покупала за 6000 азы коинов. Так как она розового цвета, мне вообще понравилась. Особенно кабриолет. Не знаю, выглядит прикольно. Я на нём частенько гоняла. Ну, едет он, конечно, медленно, но для красоты пойдёт. А, ну, в принципе, я загрузила свои машины, которые у меня находятся в сегодняшнем доме. Ну... Опять. Так, всё, я закончила все дела. Теперь показываю свои машинки. Вот такой ВАЗ я покупала, вроде, за 20 лямов. Так... Вот этот Фантом. Он очень прикольный. Мне нравится. Типа, посмотрите только. Так, есть у меня такой ещё Хаммер. Он, вроде, давался с Баттл Пасса. Но я его купила там тоже за лямов 20, потому что он упал в цене. Раньше его продавали за 100, там за 150, но потом я его вырвала за 20. Вроде как, все свои машинки я показала. Стантон у меня вообще там... В заброшенном аэропорту стоит. Куда мне его ставить, неизвестно. Сейчас вам покажу свою статистику. Что у меня тут вообще есть. У меня есть 4000 азекоинов. Конечно, веб-статус премиум. Отдышка. 164 уровень. Наличка 157 миллионов. Номер телефона, он вообще у меня самый любимый. 717. Когда-то, пару лет назад, мне удалось его выбить за 2000 азекоинов в донате. Когда я сама удивилась, то что, если бы еще одна циферка, у меня был бы номер 777. Депозит у меня 312 миллионов. Буду снимать деньги уже на выходных, так как комиссия будет у нас поменьше. Работа таксист. Состою я в организации армии ЛС, ЧВКшка. Сет я вам все уже показывала. Еще у меня есть культовый броник. Также я состою в семье Гуль. Здесь я заместитель. Я уже здесь заместитель на протяжении года. Раньше я состояла в семье Абэма. Там я тоже была заместителем. Потом семья расформировалась и пришлось создать новую. И большинство игроков, которые были в Абэмах, перешли Гули. Бизнес я планирую покупать где-то через годик-два или полгода. Закупиться НФТшками, фермами обычными и майнинг-фермами. Доделать сет, чтобы у меня был минус 90. Купить еще надо чимик. Чтобы полностью все было в идеале. Также еще мне надо выкупить абсолютно все дома в этом районе. Иру здесь выкупать то, что идет ровненько. Может в будущем я, конечно, постараюсь выкупить и те дома. Но просто у меня даже слотов не хватит, образно говоря, на то, чтобы это все выкупить. Поэтому придется мне с кем-то их выкупать или просто, чтобы кто-то их держал. Мой аккаунт превышает стоимость 20 лярдов. Конечно, все эти деньги я зарабатываю на центральном рынке. Просто поставлю лавочку и иду на другие работы. Чтобы у меня прибыль была еще больше и я могла себе купить все, что захочу. Обычно я просыпаюсь где-то в 11 утра, там в 12 и сразу же ловлю лавку. Иду заниматься своими делами помимо игры. То есть я здесь так много времени не провожу. Чисто могу поснимать какие-то видеоролики, повыполнять квесты и уйти отсюда. Хочу сказать, что в сутки я зарабатываю с центрального рынка плюс-минус 100 миллионов. Конечно, все зависит от того, насколько я скуплю, насколько я продам товар. Сейчас у меня бюджет, как видите, не очень большой, потому что я все влила в биткоины. В основном я стою на центральном рынке с бюджетом около лярда. Чтоб скуп был большой, чтоб типы сливали мне много товара, потому что если я буду стоять на центральном рынке с 100 лямами, мне будет продавать очень мало товара. Я наоборот раньше думала, что если у меня будет 100 лямов и я поставлю скупку на эту же сумму, то мне сразу же все продадут и я буду стоять на продаже. В самом деле я глубоко ошибалась. Мне очень мало продавали товара. Вот недавно у меня была скупка на 100 лямов. Ну и, конечно же, я скупила всего этого на лямов 30 или 40. Самый мой такой большой скуп, который был, это 800 лямов. Я стояла тогда вроде в первой лавке от верстака и, знаете, скуп был у меня прям хорошим, то что потом я вышла в окуп огромный и, можно сказать, заработала больше 200 миллионов за день. И мне не приходилось тогда ловить лавку с самого рестарта. То есть я на рестарте просыпаюсь, ну, очень редко и прям часто, когда я проспалась, это было летом, когда не было у меня никакой учебы, не было никаких там подготовок, занятий, вот этой суеты. Я была свободная и могла просыпаться во сколько захочу. Бывали даже такие случаи, когда я не спала до 5 утра и просто ловила лавку. Так что я не такой игрок, который прям каждыми днями будет просыпаться, чтобы словить лавку. Кроме лета. Летом можно. Как вы помните, в начале видеоролика я вам показала все дома, которые мне удалось выкупить. Но все дома, плюс-минус, у меня ушло где-то 3 миллиарда. Может даже чуть больше, потому что мой самый первый дом, который я показывала, где у меня хранятся все оружия, он находится чуть дальше от всех остальных, я его купила за 800 миллионов. Там еще плюс-комиссия была, плюс-минус 820. Потом вот эти два домика у меня вышли где-то 500 лямов. Вот эти за 800. Это у меня уже почти 2 лярда. Там два домика я выкупила, значит, сейчас пойду туда. Надо вспомнить. Они вроде стояли на аукционе. Его поставил домик самый первый, Гатила Себеков. Видите, так его никнейм читается. И второй тоже. Я каждый из этих домиков выкупила за 750 миллионов. Мой последний дом, который я покупала, он стоит тоже в районе 700 миллионов, если я не ошибаюсь, конечно. Вот этот. Я помню даже историю с этим домиком. То, что я с игроком, который здесь живет, я с ним соревновалась. В итоге я узнала, сколько у него сегодня денег наличкой, и выкупила этот дом. То есть я потратила все свои бабки на то, чтобы купить этот дом. А потом пришел игрок, который держал этот дом, и сказал, что думал, что этот дом стоит где-то 250 миллионов. Конечно, я ему сказала, что я такой игрок, что для меня самое главное это выкупить. То есть для меня деньги это не самое главное. Я эти дома коллекционирую. Можно сказать, это моя монополия. Поэтому на дома у меня ушло очень много денег. Здесь еще жил игрок, у которого был друг администратор. Он попросил этот дом подержать на всякий случай. Вдруг он там вернется, будет опять играть. И в итоге этот дом у него слетел. Тот, кто забрал этот дом, поставил его на акцион. Я забрал этот дом, и я отказалась его отдавать, потому что я здесь выкупаю абсолютно все дома. Так что если вы из сервера Месса, вы видите этот видеоролик, то если у вас есть желание, можете мне написать, и я постараюсь у вас дом выкупить. Желательно не превышайте сумму стоимости этих домов за миллиард, потому что я сама понимаю, что миллиард это очень много для этих домов. Пока я бегу до своего домика, где я подселена, хочу вам рассказать историю о том, как я раньше формила без центрального рынка, без перекупов и вот этого барышничества. Раньше я формила на фирме. Это было мое самое любимое место, где я зарабатывала свои деньги. Я там формила, ну, по 20 или 30 лямов в сутки. То есть для меня это было достаточно. На то время я собрала себе сет где-то за 500 миллионов. У меня на тот момент были машины классные, такие как Гимера. Их тогда все было на сервере, где-то 2 или 3 штуки. Мы их выкупили, конечно, они стоили тогда по 180 миллионов. Для меня это были большие деньги. И машина была очень крутая и самая быстрая на тот момент. Еще хочу сказать вам то, что я тогда имела хоть какую-то копейку с того, что я сдавала фуру. В общем, мы сюда пришли для того, чтобы я вам показала домик, где я проживаю. Здесь я проживаю со своим хорошим другом, который меня подселил сюда. И теперь у меня комиссия 1% на центральном рынке, в лавках. Сразу перед ЖК вы видите машинки, которые мы можем взять бесплатно и на них кататься. Написано здесь для жильцов ЖК Arizona Tower. Сейчас я вам покажу, где, собственно, проживаю. Где находится мой домик. Я там часто в кашу, когда стою в лавочке. Выходится на прямом этаже. Сразу же по левую сторону. Долго, конечно, он выкупал этот дом. И ушло очень много денег на него. Хочу вам показать свой инвентарь, так как я перепродаю товар на центральном рынке. Покажу, что у меня вообще находится, чем я торгую, что у меня имеется, что за акции и так далее. Можете заметить, здесь у меня есть рулеточки. Много ларцов. Если я сдаю сет, у меня есть мешок с мясом. Есть у меня также детальки тюнинга. Много актиков с батл пасса. Это у меня диски. Есть автоармор. Также еще есть аксики из батл пасса. Телефоны, которые мне надо продать. Сами видите, здесь у меня есть дешманские аксессуары, которые у меня вообще никто не забирает. Такие шапочки даже раньше по ляму стоили. Пушки продаю за ляму или за полтора. По-тихому забирают их у меня. Пьемотик, есть елочки, шарик. Есть бомшаксы. Так сделаю. Ганы, лицензии на два года еще. Всякие скины, которые мне не нужны. Sony Blade это мой раньше был самый любимый скин. Я его обожала просто. Носила его с удовольствием. Еще мой любимый скин это Harley Quinn. Здесь есть PeksyJ. Вообще мне нравится. Самый красивый у меня. Покупался он за Lyard 200 миллионов. И если не ошибаюсь, он у меня плюс 12. А покупала я его вроде плюс 9 или плюс 10. Вот этот дрилл. Он у меня тоже заточен до плюс 12. И покупался он в то время за 600 миллионов. Есть у меня здесь фамочки, подарочки, ремочки, канистрочки. Ларцы. Вот это мне это будет шкаф переложить. Как я говорила, биткоины мои. Шприц. Тут надо вот это порядок навести и выкинуть. Либо это я в шкаф помечу. Рыбные монетки. Рулеточный компас. Я его купила утром за лямов 15, когда они упали в цене. Здесь у меня находятся всякие ларцы. Много еды, которую я вчера собрала, чтобы не голодать. Раньше, когда у меня бюджет был намного больше, у меня просто весь винтарь был в ларцах, семейках, рулетках. Раньше у меня полностью вот эта вся страница была в рулетках. Я не могла их настолько долго продать, что мне пришлось потом их открыть. Я была в окупе. Я не пожалела. Особенно бронзовые рулетки. Полностью вторая страница у меня была забита всякими побрякушками. По типу вот этих же лицензий, каких-то аксиков дешевых. Потом у меня шли оружие. Здесь у меня уже ларцы всякие, скины шли. Не было вот такого, типа, сами видите, вот этот хлам, который мне не нужен. По типу масок, шкуры. Домкратов, лестницы, вот этих косточек. У меня не было этого хлама. Инвентарь был забит деталями тюнинга. Все время у меня были какие-то дорогие скины, аксы. У меня даже с моей подружкой был бизнес. То, что она скупает аксы в центральном рынке, в толпе, под дешевки. А мне продает чуть дороже, а я сливаю их прямо по овру. Раньше еще, когда я скупала на центральном рынке, у меня просто весь товар не помещался в инвентарь. Просто помню, что раньше у меня просто все шкафы в домах были забиты товаром. И я уже просто, да, перестала скупать и стояла на продаже. Потому что у меня продажа была на лярда 4 или 3. Еще хочу вам показать сетик, который мне удалось собрать. Ну, он еще не законченный. Но все же, если я буду сдавать свой сет, основной, я могу бегать с ним. Так он выглядит. На черную маску не обращать внимания. В 3 же она так всегда выглядит. Мне надо купить 3 нашивки. И, скорее всего, надо будет не покупать нимб. Чтобы я могла было спокойно стоять на центральном рынке, допустим. Или просто в каши. Конечно, по началу игры я тратила очень много времени на то, чтобы заработать свой стартовый бюджет. Допустим, те же 200 лямов мне удавалось заработать за неделю плюс-минус. Сейчас же эти 200 лямов я могу заработать спокойно за сутки. Так что со временем у вас тоже получится так же зарабатывать деньги. Вы сможете купить то же самое, что сейчас одеты и на мне. Такие же дома, которые есть у меня. Так что главное не сдавайтесь и имейте терпение. Хочу вам всем пожелать столько же имущества, как и у меня. Главное терпение, старание. И у вас все так же будет, как и у меня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Что вам больше всего понравилось, что нет. И всем до новых встреч.